Здравствуйте, меня зовут Бахтия, я из Узбекистана. Я приболел в простуде, вот у Юрка взял настойку, березка, выпал, все нормально стало. И нож тоже трудно дышался. Я у него взял нехтар, покапал, все нормально, открылся. Сейчас поправку иду. Всем советую попробовать тоже. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из города Копчега, нынешний Кунаев. В апреле месяце я перенес два истемических инсульта. И вот уже два месяца я лечусь дарами природы от Божьей аптеки по совету Юрия. Я стал увереннее ходить. Восстановилось давление. Давление перестало прыгать, держаться на одном уровне. Что утром, что вечером сосуды почистились отлично. Я чувствую, как бегает кровь по левой руке, по левой ноге, которые были парализованы. Этот канал есть в Ютубе, можете, кто хочет, можете набрать и посоветоваться с ним. Я стал ходить по квартире больше, чем месяц назад. Месяц назад я делал два-три шага по квартире. Сейчас я делаю почти 6-8 шагов. В течение двух месяцев я принимал настойку сосновых шишек, спорыж и корень горного лопуха. Давление у меня было в верхнее 140, сейчас в верхнее 110 и нормализовалось. Он пил препараты для рассасывания тромбов. И вот эти таблетки, они давали осадок на почки, везде, всюду. И вот, чтобы не было осадка, березовый сок дает защиту. И вот за счет этого препарат проходил с минимальными, как говорится, патологиями. Мы пропили месяц, как положено, запивая соком все. И поехали сдавать анализы, и у нас все показало отлично. Прооперировали, и после операции мы сдали повторно все анализы, у нас все прекрасно. Поэтому я очень рекомендую тяжелые препараты запивать именно березовым соком. Березовый сок – это лучший компонент для желудка. Все прошло хорошо. Мы встали с инвалидного кресла, перешли на костыли. С костылей мы бросили трость, и теперь ходим хромая, но все же ходим своими ногами.